Технология. Синхрометод и ключ. Технология очень простая. Во-первых, все упражнения, когда вы будете делать, надо делать думая, о чем думаете. То есть о своих проблемах есть, а не есть. И тогда организм сам генерирует ту частоту повторяемых движений, которые поддерживают равновесие вашего ума. Если у вас был стресс, и вы сделали несколько минут простейших этих упражнений, которые я вам потом покажу, стресс быстро снимается. И вы из минуса, то есть негативного состояния. Страха, беспокойства, волнения за ошибку. Например, когда готовитесь к какой-то ответственной встрече, или, допустим, соревнованиям и так далее. Ну так борец или боксер делает разминку перед соревнованием. Но то, что я вам покажу потом, это будет очень короткая и очень быстрая разминка. Потому что там все действия синхронизированы с текущим индивидуальным состоянием человека. Ведь мы всегда говорим, главное индивидуальный подход. А в жизни, обычно мы физкультурой занимаемся, нам говорят, делай как я, или делай как он. То есть нам предлагают ботинки не по размеру. Вот именно синхрометод ключ позволяет нам каждому определить именно те индивидуальные приемы ритма, которые соответствуют именно вам. Индивидуально с вашим организмом, с вашими особенностями и текущим вашим настроением в данный момент времени. Поэтому сразу снимается скованность. Вот в этом суть. Упражнения очень простые. Обычно мы частично их выполняем в условиях напряженной деятельности, сами того не осознавая. Ну, например. Ну, что, например, делает человек на морозе? Вот напряжение мороза вызывает у нас стресс, и мы начинаем себя вот так вот колотить по рукам, подпрыгивая в это время синхронно с этими движениями. Выше мороз, больше стресса стало быть, и мы начинаем делать это чаще. И это нас согревает как бы. На самом деле, эти движения по частоте синхронны к текущему уровню напряжения, и именно поэтому напряжение падает. То есть мы чувствуем себя комфортнее. Но ни один из школьников или студентов обычно не догадается перед экзаменом сделать вот так, потому что это выглядит очень глупо. Да и не надо перед экзаменом это делать, это надо делать дома. Если вы каждый день или через день, или два раза в неделю будете это делать дома, пять упражнений по одной минуте, то где бы вы ни находились, вы сможете легче преодолевать стрессовые ситуации, освобождаться от скованности, от стереотипов мышления и сохранять себе этим, в себе творца. Мысли свободнее и на ответственную тему. Субтитры создавал DimaTorzok